Добрый день, уважаемые друзья! Hello everyone! Меня зовут Сергей Цимбал. И я получил большую честь быть членом жюри международного, уважаемого конкурса таланта, который называется Global Time. Он прошел в Лондоне летом этого года, и это было удивительное, и прекрасное время, когда таланты с разных стран мира собрались вместе, чтобы продемонстрировать общественности свои навыки. Также там были художники, которые продемонстрировали свои навыки в искусстве, привезли свои произведения искусств с разных стран мира. Кто-то из художников имел возможность приехать в Лондон, и мы надеемся, что это время для вас было прекрасным и полезным. Во время оценки ваших работ, дорогие художники, мне, как члену жюри, было достаточно сложно. Наверное, вы знаете почему. Потому что выбрать из множества разнообразных картин, разных стилей, разных характеров живописи, с разной подачей, с разной энергией, с разным посылом, выбрать несколько картин, которые удостоились получить гран-при, всегда сложно. Потому что каждый из вас особенно талантливый, почерк каждого из вас неповторим, и произведения каждого из вас, они несут свой посыл этому обществу. И произведение каждого художника, оно показывает срез момента, того момента, в котором находитесь вы, того момента, в котором находится наше современное общество, того момента и того внутреннего мира, который наполняет вас. Многие из вас выразили себя, показали энергию, показали движение, показали желание перемен, многие из вас показали динамику, кто-то сфокусировался на статике, и это абсолютно хорошо. Когда мы все разные, из разных стран, из разных наций, мы можем показать и принести что-то свое для тех поколений, которые идут после нас. Особенно мне хочется обратить внимание и остановиться на некоторых произведениях искусств, которые, по моему мнению, на мой взгляд, были интересны непосредственно для меня и как члена жюри. И я думаю, что эти произведения, они также были интересны для многих зрителей, которые соприкоснулись уже и соприкоснутся в будущем с этими шедеврами. Я, поскольку я занимаюсь гончарным ремеслом и керамикой, мой взгляд упал на два произведения скульптуры. И я хочу остановиться на произведении скульптуры юной девушки, которая, наверное, мечтает по жизни, как рыба, плыть по воде. И эта скульптура, она была изображена в виде юной девочки, которая была в образе русалки. И, возможно, это подчеркивает то, что желание проходить сквозь трудности, как рыба в воде, находиться в своей среде, в которой тебе комфортно, в которой тебе хорошо, в которой ты реализован, в которой ты востребован, среда, в которой ты полезен. И, наверное, не зря существует такая поговорка «Мне как рыба в воде, мне хорошо, мне приятно, мне комфортно». Я думаю, этот посыл, он вызвал эмоцию тех людей, которые видят себя так, которые хотят быть такими, которые стремятся к этому, которые видят себя в такой динамике. И скульптура Ольги Братцевой «From Great Britain» именно и есть эта юная леди в образе русалки, о которой я говорю. Это ручная работа, сделана мастером, сделана с душой и показала нечто особенное зрителю. Также я хочу остановиться на следующей скульптуре Яры Алза Коут. Эта скульптура, она интересна тем, что в этом образе есть характер. Эта скульптура уверенного в себе мужчины, который смело и твердо и уверенно идет по жизни, смотрит в будущее. Ручная работа сделана с изображением всех деталей, нюансов, и она передает характер. Она вызывает эмоции уверенности, твердости на сегодняшний день, несмотря на перемены, глобальные катаклизмы, возможно, потрясения. Я думаю, эта работа, она несет обществу надежду. Я так ее вижу. Я вижу уверенность мужчины, одетым в таком определенном образе обмундирования, и пускай эта уверенность, она будет хорошим посылом для общества. И также о той работе, о которой я хочу ответить, из оригинального жанра, арт, оригинальный жанр, которую написала Елена Леонова. Эта работа, я думаю, она с глубоким философским контекстом. Посмотрите ее. Я думаю, она навеет вам размышления о чем-то большем, о чем-то глубоком, далеком. Как правило, работы всех художников, они несут какой-то посыл. Они несут вдохновение, они несут размышления, они несут уверенность, они вызывают какие-то чувства. И те работы, которые я назвал сейчас, это Ольга Братцева скульптура, Яра Алзакоут скульптура и Елена Леонова, я думаю, эти работы, они заслуживают достойного внимания общества. А если вы в этот раз не получили гран-при, ни в коем случае не расстраивайтесь. Я уверен, что художник, мастер, который имеет душу и который хочет быть полезным для этого общества, и выразить себя, и разнообразить это общество, нести что-то в культуру, в современный мир он всегда найдет своего зрителя, как любой писатель найдет своего читателя. Поэтому никогда не останавливайтесь, выразайте себя, оставайтесь самими собой. И мы рады будем вас видеть снова и снова на конкурсах Golden Time, на фестивалях Golden Time в Лондоне, возможно, в других городах и странах. С нетерпением будем ждать ваших произведений, новых работ. И до новых встреч. Всего хорошего, творческих успехов и всего самого доброго.